Друзья, привет снова из студии Александра Золотухина! Сегодня хочу порекламировать супер книгу, которую неожиданно обнаружил на полке. Ну, вначале я когда-то ее, наверное, в магазине обнаружил, но это я уже не помню. А сейчас обнаружил на полке. Так вот, в ней супер задача, которую мы сейчас разберем. Задача называется гири. Имеется 6 гирь массой 1 грамм, 2 грамма, 3 грамма, 4 грамма, 5 грамм, 4 грамма, 5 грамм и 6 грамм. На каждой гири написана масса в граммах, но надписи, возможно, перепутаны. За какое наименьшее число взвешиваний на чашечных весах можно выяснить, есть ли среди надписей неправильные. Неважно, какие именно. То есть нужно просто выяснить факт. Есть неправильные надписи или их нет. Вот, я обожаю такие задачи, потому что вообще не умею их решать. Это такие, как бы вот, они всегда для меня были гробом. Вот я получал на олимпиаде задачи про гири, думаю, а, ну все, ясно, это я точно не решу. Вот, но там-то все с решениями, поэтому мне не надо об этом думать. Итак, кто хочет думать, ставит на паузу и думает. А кто хочет узнать решение, пожалуйста. Итак, во-первых, очевидно, что за один раз делать это нельзя, потому что если вы взвесите хотя бы, хотя бы две гири положите на одну чашку, то какой бы результат не был показан, мы не знаем, перепутаны ли у этих двух гирь надписи. А если вы на каждую чашку положите по одной гири, то останется четыре гири, и там ничего нельзя будет разобрать. Поэтому понятно, что нужно минимум две, минимум два взвешивания. Так вот, чудо в том, что двух достаточно. Итак, первое взвешивание. Гиря 6 грамм на одной чашке, а на другой 3 гири, которые якобы 1 грамма, 2 грамма и 3 грамма. Ну, якобы, потому что мы точно не знаем. Взвешиваем. Если равенства нет, то мы уже все узнали, задача решена. Потому что если равенства нет, значит точно есть путаница. Если же равенство есть, то тогда еще мы не знаем точно, все ли верно, но мы уже знаем, например, что здесь обязательно именно 6-граммовая гиря, потому что никакая другая не равна сумме никаких других трех. И кроме того, знаем, что здесь перестановка между 1, 2 и 3 какая-то. То есть за одно взвешивание мы тогда уже сумели узнать, ну, либо мы уже узнали, что какие-то надписи перемешаны, либо мы узнали точно 6-граммовую и точно определили два набора. Один из них 4-5, а другой 1-2-3. И если какая-то путаница есть, то только внутри этих наборов. А теперь внимание, вот до этого догадаться. Я не знаю как, в принципе, до этого можно догадаться. Нужно положить сюда 6 и 1, а сюда 3 и 5. Ну, естественно, имеется в виду, тут якобы 1, тут якобы 3, а тут якобы 5, потому что мы только про 6 знаем, что она верная. Ну и теперь смотрите, значит, если вот это происходит, вот такое вот неравенство, да, то тогда я утверждаю, что я точно могу все понять. Действительно. Значит, что означает это неравенство? Если бы здесь была не единица, а что-то большее, то так как 3, это 3, 2 или 1, а 5, это 5 или 4, то сумма здесь никак не больше 8. Поэтому если здесь вместо единицы что-то другое, то тут уже неравенства в эту сторону быть не может. Вот, а значит, с другой стороны, если здесь хотя бы здесь или здесь ошибка, то тоже сразу же получается, что неравенство, оно уходит. То есть из того, что здесь стоит строгое неравенство, точно должно следовать, что здесь единица, а здесь тройка и здесь пятерка. Любая замена единицы на двойку или тройку, тройку на двойку или единицы, пятерку на четверку, ведет к нарушению этого неравенства. А значит, ответ очень простой. Если неравенство есть, значит, мы уже определили единицу и тройку, а следовательно двойку по остаточному принципу, а также пятерку, а следовательно четверку по остаточному принципу. То есть при наличии такого неравенства мы говорим, что все гири правильно подписаны. А если оно нарушается, то, естественно, ну, тут уже очевидно совершенно, что что-то неверно, потому что иначе это равенство было бы верным. Вот так, за два взвешивания, блин. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...